Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика». С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. И я, Ольга Панова, а сегодня в выпуске. Фильм, фильм, фильм. В Чебоксарах стартовал 11-й по счету кинофестиваль. Чем удивят зрителей в этом году? Мечты не сбываются. Долги за газ для Чувашей – больная тема. Как планируют рассчитываться с поставщиками? Без барьеров. В Чебоксарах появилась детская команда по слэш-хоккею. Кто они, игроки Адала? Поставщики «Глубого топлива» недосчитались порядка полутора миллиардов рублей. Для республики долги за газ по-прежнему больная тема. Как улучшить платежную дисциплину и сократить задолженность? Сегодня эти вопросы обсуждали в Доме правительства. Подробности в нашем следующем материале. Долги за газ в республике продолжают расти. Власти региона это признают и ищут пути выхода из проблемной ситуации. Это рост на 37,2%. Это огромные долги практически. Понятные инструменты надо находить. Согряемся один раз, второй раз, третий раз. Но ситуация у нас не улучшается, а ухудшается. Как будем жить дальше? Простой вопрос. Или долги будут наращиваться, соответственно, или есть у вас какие-то другие решения. Ответить на этот вопрос предстояло глава муниципалитета с самыми крупными долгами. Уже не первый год в этом антирейтинге находится Шумерля. Ситименджер говорит, что по счетам за газ сейчас не платят порядка 20% жителей. Нам бы научиться платить по текущим платежам. Это раз. Плюс здесь прозвучала работа по управляющим компаниям. Кстати, по Шумерле тоже довольно негативный опыт мы имеем. Мы уже несколько раз банкротили эти компании. И те же люди приходят туда, их создают. Значит, здесь элементарно надо с инспекцией жилища начать навести порядок. Чтобы сократить убытки, шумерлинские власти намерены уйти от нерентабельных котельных и построить новые, блочно-модульные. Сейчас, отмечает председатель Кабмина, для города это наиболее подходящий вариант. Со стороны республики сейчас, со стороны Чувашгаза, мы работу эту ведем. Я надеюсь, что Минстроев в полном объеме за лето все это сделает. И к следующему пятернему сезону мы уже будем иметь более-менее рентабельный бизнес. Та котельная, которую Чувашгаз взял, строитель, мы там долгов не имеем. То есть показываем, что мы, в общем-то, работаем нормально. Решить проблему с долгами может помочь и переход на прямые платежи поставщикам газа. Недавно такая система была внедрена в «АллатРе» и «Канаше». В обоих муниципалитетах ситуация стабилизировалась. По текущим платежам рассчитывается. Вот они крат, представим, и поэтому их не пригласили сюда, не предложили приглашать, потому что четкий план мероприятий, который они проводят. Глава региона отметил, что выйти из долговой ямы муниципалитеты должны до грядущего отопительного сезона. Дмитрий Ковалев и Александр Петров, Республика. На совещании главы Чувашии с правительством Республики обсудили вопросы, которые требуют внимания и усилий на этой неделе. Республиканские органы исполнительной власти начали разработку предложений для включения в адресную инвестиционную программу на 2019 и на плановый период до 2021 года. Разумеется, документ необходимо увязать с уже существующими проектами. С учетом вносимых изменений в текущем году осуществляется финансирование 60 объектов капитального строительства, 60 семей, то есть 12 укропленных инвестиционных проектов на сумму 3,2 миллиарда рублей. Владимир Аврелькин назвал несколько проблемных объектов, по которым строительство еще не начато. Детский сад в новом городе, некоторые учреждения здравоохранения, дороги. Причины разные. Несостоявшиеся аукционы на определение подрядчика, не вовремя сделанные экспертизы проектов. Глава Республики поручил муниципальным руководителям и отраслевым министрам, взять каждый из них под личный контроль. На совещании обсудили ход весенней посевной. По данным Минсельхоза Чувашия, работы идут по плану. Структура посевных площадей, вся площадь под урожай 2018 года составит 560 тысяч. Яровой сев в текущем году планируется провести на площади 324,3 тысячи гектаров. На 21 мая сев яровых, зерновых и зернововых культурхозяйствах республики проведен на площади 163,6 тысячи гектаров или 76,3 процентов от запланированного. В 2017 году было стоим 63,4. Государственную поддержку сельхозтоваропроизводители получают в плановом режиме без сбоев. С начала года доведено до получателей 680 миллионов рублей. Это 26 процентов от запланированного годового объема. Нет проблем и с получением кредитов на проведение сезонных работ. Министерство образования отчиталось о подготовке к итоговой тестации школьников. ЕГЭ и ЕГИА проводятся в республике не первый год. Схема отлажена, но вовведений особых нет. Главное еще раз напомнить молодым людям, что приходить на экзамен надо, вооружившись знаниями. Они шпаргалками. Контроль в аудиториях будет вестись очень тщательно. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика. В конце этой недели для выпускников прозвенит последний звонок. А в начале следующей начнутся экзамены. 30 мая выпускники сдадут ЕГЭ по математике базового уровня. 1 июня – профильного уровня. ЕГЭ по русскому пройдет 6 июня. Предметы по выбору выпускники будут сдавать с 28 мая по 2 июля. Традиционно наиболее популярными предметами по выбору для сдачи в форуме ЕГЭ является общество знаний его выбрало. Выбрал почти каждый второй выпускник 11 классов города Чебоксара. Физика каждый третий. И далее истории, биологии, английский, химия, информатика и другие. Наименьшее количество выпускников 11 классов зарегистрировано на сдачу языковых экзаменов. Это по французскому языку, немецкому и испанскому. Настроение как детей, родителей, педагогов. Настроение праздничное, Алексей Олегович. Волнительное, наверное. Волнительное перед экзаменом, а пока праздник. До экзаменов для выпускников прозвенит последний звонок. В этом году для праздника определены две даты – 24 и 25 мая. В эти минуты в кинотеатре «Сеспель» торжественно открывается 11-й Чебоксарский международный кинофестиваль. Столица Чувашии вновь превратилась в один большой кинозал. С 21 по 25 мая на многих площадках Чебоксары в районах республики покажут этническое и региональное кино. Сегодня днем с участниками и гостями кинофестиваля встретились мои коллеги Галина Титарчук и Александр Петров. В этом году программа кинофорума очень разнообразна. В нее вошли конкурсные и внеконкурсные показы игровых, анимационных и документальных фильмов, мастер-классы, творческие встречи. 11-й праздник кино поистине стал международным. В основной программе – три иностранных фильма. Зрители жюри увидят ленты, созданные в так называемом Азиатско-Тихоокеанском регионе. А председателем жюри конкурса этнического и регионального кино стал и киновед из США Нэнси Конди. Мы пересекли границу из Татарстана в Чувашию буквально три часа тому назад. Мне так обалдела, настолько у вас замечательная природа прежде всего. Поля, поля, леса. Как красиво все это. И явно, что люди уважают природу здесь. Явно, с первого взгляда. Мне так кажется, что люди очень добрые и действительно поддерживают свое кино. Настолько я жду вот этих фильмов, потому что иначе, как мне даже знать об этом, если меня не пригласили сюда. Я очень благодарна, что Сергей меня выбрал быть здесь несколько дней. А вот председатель жюри основного конкурса уже знаком Чебоксарскому зрителю. Александр Прошкин – постоянный гость Чебоксарского кинофестиваля. Это фестиваль про человеческое кино. Фестиваль с человеческим лицом. Я желаю ему всяческого успеха и многолетнего существования. Я с большим уважением отношусь к Чебоксарскому фестивалю. Я не говорю о том, что это волшебный город на Волге. И специфический подбор фильмов все-таки говорит о том, что есть люди, которые приходят в кинозал для того, чтобы получить вот что-то для души. Бум-кино говорит о том, что нация находится на подъеме. Именно картины Александра Прошкина «Холодное лето 53-го» сегодня открывается Чебоксарский международный кинофестиваль. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. Сюжет об открытии Чебоксарского международного кинофестиваля смотрите в завтрашнем выпуске программы «Республика». На санях и с клюшками в Чебоксарах появилась следж-хоккейная команда для детей с ограниченными возможностями здоровья. Поздравить ребят и сыграть товарищеский матч приехали их друзья. Команды из Москвы и Тулы. Подробности в репортаже Татьяны Леонтьевой. А сейчас я раздвигаю, чтобы больше сделать. И закручиваю все дни. На льду сани для игрока вторые ноги. Сидеть в них должно быть удобно, поэтому каждый настраивает их самостоятельно. А вот здесь без помощи родителей не обойтись. Это одеваю темную майку, буду за тебя болеть, чтобы победил. В раздевалке тульской команды «Тропик» идут последние приготовления. Поддержать друзей пришел Даниил Болотаев, чебоксарский сладж-хоккеист. Если в вашем матче выкатываться будем, бросать поворотом, я научился вверху бросать. Молодец. В раздевалке сборной Москвы тренер на планшете рисует тактическую схему игры. Идет прорыв по вашей стороне, встречаешь этот защитник сразу под ворота. В теории одно, а на деле другое. Оборона москвичей дала трещину уже на первых минутах матча. Сани и две клюшки. Все, что отличает сладж-хоккея от обычного. Эмоции, нокау и борьба. Все это присутствует не только на льду, но и на трибунах. В этом товарищеском матче преимуществом как игровым, так и на табло владела тульская команда. Игра на их половину поля почти не переходила. Смотрела на игру. Как тебе игра? Ну, нормально. Да, я сейчас сама скучно. Хочется выйти на лед и отбить эту шайбу. Пока на площадке шла борьба, к выходу на лед готовилась еще одна команда. Чебоксарская АДЛ. Шлем, щитки, налокотники, перчатки. Для каждого игрока новый комплект. Первый день, когда я делал форму, было не очень удобно и пришлось кататься даже немного с непривычки. И потом, когда я уже второй раз пришел, было, ну, как будто я всю жизнь унесел форму. Теперь они не зрители на трибунах, а настоящие игроки. В счастье, тренироваться можно, навыков набираться, это очень хорошо. Когда ты приходишь на тренировку, это совсем другие эмоции. Чебоксары – девятый российский город, в котором появилась детская команда по слэш-хоккею. На ее создание выделили один миллион рублей по программе «Хоккей без барьеров». В нашей секции занимается 10 детей. На самом деле, мы начали заниматься не так давно. Всего у нас прошло 4 занятия, но дети активно включились. То есть, у нас есть еще даже желающие, которые ходят, пробуют, и им очень нравится этот спорт. Результаты на самом деле удивительные, потому что действительно дети меняются. У них появляются новые компетенции двигательные. У ребят меняется сердцебиение, они легче переносят нагрузки. Слэш-хоккей – не просто вид спорта. Это еще один способ сломать барьеры и сделать мир ребенка по-настоящему безграничным. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. Мастер на все руки. Радика Смирнова знает весь Новоюжный район столицы Чуваши. Он не только ремонтирует обувь, но и шьет эксклюзивные модели. В его коллекции есть и миниатюрные экземпляры. Примерять туфельки отправилась Юлия Важенина. В мастерской обувных дел мастера Золушке бы точно понравилось. Туфли, сандалии, сапожки и все не больше ладони. Радик Смирнов шьет обувь для своей эксклюзивной коллекции. Ни одна туфелька не повторяются, все уникальные. Такое увлечение называется филоботия. Заранее думаешь, что ты будешь шить, из чего будешь шить, и что ты видишь в этой обуви. Ну, у каждой обуви есть, у модельки есть название. Это будет у нас божья коровка на листочке. Техника изготовления точно такая же, как у обычной обуви. Но вот сама работа ювелирная. Это процесс небыстрый. И сперва также у этой обуви есть тоже лекал. Сперва делается лекал на картон, потом переносится на кожу, шьется. Сегодня на полке в мастерской больше 500 пар крошечной обуви. Часто разные туфельки уезжают к новым хозяевам. Кострома, Санкт-Петербург, Тель-Авив, Дрезден. В разных уголках мира теперь есть частичка чувашии. Колодка, основная стелька. Сразу заготавливаю с логотепом, чтобы люди знали, что это обувь. Каким мастером выполнена, из какого региона она. Например, вот эта божья коровка совсем скоро уедет в Гатчину. Свою обувь Радик меняет на такую же эксклюзивную. И сейчас в его коллекции полно обувных диковинок. Это китайский стукач, стук в дверь, приобрел в ломбарде в Казани. Это корейская подставочка, тоже чугун, выполненный из чугуна. Подставочка для дверей, ограничитель для дверей, чтобы дверь не закрывалась. Не так давно мастер изготовил и уникальные туфли патриотической расцветки. Это старший брат, триколора. Это младший, триколора. Это самый маленький, а чувашки, это наш. Мастер признается, по обуви можно многое узнать о человеке. Характер, социальный статус и даже мечты может выдать модель, цвет кожи и высота каблука. Ну а чтобы любимая пара прослужила как можно дольше, за ней нужен правильный уход. Любую обувь нужно выгуливать. Как и шубу нужно выгуливать, так же и девушку нужно выгуливать. Если она дома будет сидеть, она завянет. Анаконда, скат, шкура, африканских животных, сапожник шьет обувь только из натуральной кожи. А коллекция маленькой обуви не только главные украшения мастерской, но и своеобразный каталог. Часто посетители просят шить точно такие же, но своего размера. Юлия Важенина, Мальвина Петрова, Андрей Шоклев, Республика. Они бьют спортивные рекорды, даже если никогда не занимались спортом. Они покоряют всех своим обаянием и интеллектом, даже если иногда и прогуливают пары. Они бьются за честь вуза. И только одна пара из четырех будет носить звание «Отличные студенты-2018». Телепроект национального телевидения «Чувашия» подходит к завершению. Не хотите разделить со мной досуг? Это займет совсем немного времени. Почти все свободное время этих восьми студентов уходило не на домашку и гулянки, а на съемки в телепроекте и подготовку к конкурсам. В принципе, мы идем уверенно побеждать. Да, все будет хорошо. Главное в это верить. За пять недель участники примерили на себя страховку в веревочном парке, стильные образы, которые подобрали сами. Опробовали батуты и водичку в бассейне. Были экскурсоводами и журналистами. При этом в каждом конкурсе они зарабатывали баллы для своей команды. Мы команда. К психологической проверке никто точно не был готов. Пары разделили, и студенты в одиночку уговаривали Раджу отдать им драгоценный алмаз. Чтобы добиться цели, в ход шло обаяние, фантазия и даже сила. Он откололся. Зато пять баллов, зато пять баллов. Все ради пяти баллов? Все ради пяти баллов. На победу любой ценой. Конкурсы стали испытанием не только для участников, но и для съемочной группы. Во время опроса на улице студенты за пять минут собирали приветы у прохожих. А телеоператор занимался беспрерывным бегом с утяжелением все 20 минут. Вы бежите там, нет? Передайте, пожалуйста, привет студентам. Привет студентам. Спасибо большое. А что за... Да. Они все отличные. Дима и Света из Академии народного хозяйства и госслужбы частенько лидировали в спортивных состязаниях. Студенты ЧГУ Дима и Катя оказались интеллектуально подкованными и организованными. Леша и Маша из сельхозакадемии покорили своей добротой и воспитанностью. А будущие педагоги Люба и Рома поистине творческие личности. Кстати, именно творческие номера готовили все участники на финал телепроекта. Все прям накаляется. Мы идем на равных почти с Чифран Хиггс и будет интересно узнать результат. Вот все решит сегодняшний день, сегодняшний конкурс и интеллектуальный. Финал не обошелся без неожиданных поворотов и почти сорванных номеров. Команда какого вуза добилась звания «Отличные студенты-2018» во вторник, 22 мая, в 20.30. Смотрите заключительную серию молодежного телепроекта «Отличные студенты». Ирина Волкова, Александр Петров, Игорь Зверев, Андрей Спиридонов. «Республика». От князя Владимира и китайских философов до Трампа и Владимира Путина в Чувашском художественном музее открылась персональная выставка народного художника Чувашии академика Гуманитарной Академии России, президента Академии художеств мира «Новая эра» Анатолия Силова. Выставку «Люди и боги» посвятили 80-летию художника. Анатолий Силов – автор более двух тысяч картин. Его работы находятся в 71 стране мира. 29 из них выставлены в музеях, остальные – в частных коллекциях. В художественном музее Горда Чебоксара разместили лишь 240 полотен. Сегодняшняя выставка – результат моих последних 10 лет работ. Я серьезно готовился. Размеры очень большие у меня стали. Каждую работу очень серьезно обдумываю. Всесторонний костюм и истории этого момента. Этнографические лица. Раньше Анатолий Силов работал в авангардной живописи, писал декоративно-абстрактной манере. А сейчас чувашский художник с увлечением пишет портреты современников, сильных мира сего. В его арсенале сотни оригинальных полотен с легендарными сюжетами и историческими персонажами. Я его знаю больше четверть века. Я вижу, настолько он идеальные такие картины пишет. Вы не представляете, вот каждая картина, чтобы посмотреть, нужно около, чтобы хорошо посмотреть, может, минут 30 нужно. И поэтому это замечательная выставка. Одна из самых лучших выставок, которую я видел в Чувашии. Я думаю, эта выставка на уровне мировая уже. Анатолий Силов объездил полмира. Работал на Украине, в США, Алжире, Марокко, Нигерии, Сенегале и многих других странах мира. Ознакомился с историей, культурой и традициями различных народов. По крупицам собирал материал. Все это потом вылилось в целые серии этнических картин. Многие полотна за эти годы превратились в художественные документы, бесценные для следующих поколений. Особенно мне нравится африканский период. Такой вот он очень изящный, очень тонкий. Какое-то вот это вот нутро человеческое и вообще не с природой. Так настолько тонко передано. Вот эта вот серия меня просто восхищает, конечно. В свои 80 лет народный художник Чувашии, президент Академии художеств мира новая эра, профессор Института культуры ЮНЕСКО, действительный член Международной гуманитарной академии Европа-Азия, член Европейской ассоциации художников и Международного союза художники за мир, творит без перерыва. Признается, заказов хватает на два года вперед. В конце мая Анатолий Александрович собирается в Китай на открытие персональной выставки. Галина Титарчук, Александр Петров, Борис Андреев, Республика. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы Республика. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Хотите купить новый автомобиль, сделать ремонт в квартире или уехать отдыхать? Не откладывайте свои желания на потом. Воплощайте мечты вместе со Сбербанком. Банк снизил ставки по потребительским кредитам и сделал их доступнее. Теперь стоимость кредита зависит от его суммы. Чем она больше, тем ставка ниже. Особой популярностью пользуются кредиты от 300 тысяч рублей. Соответственно, в этом диапазоне ставка одна из самых привлекательных для клиентов. Если вы берете кредит на сумму от 1 миллиона рублей, то процентная ставка для вас будет фиксирована и составит 11,9% годовых. В целом диапазон снижения процентных ставок от 1 до 8% пунктов. Банк выдает кредиты на сумму от 30 тысяч до 3 миллионов рублей. А для владельцев зарплатных карт Сбербанка есть отдельное предложение. Получить кредит можно уже с 18 лет. А максимальная сумма составит 5 миллионов рублей. Подать заявку можно тремя способами. Первое – это прийти в офис Сбербанка и обратиться к менеджеру по продажам. Второе – это обратиться к персональному менеджеру, который работает на вашем предприятии. И третье – это дома, сидя на диване, подать заявку через Сбербанк онлайн. Последний способ становится все популярнее среди клиентов. Понятный интерфейс, минимум документов, быстрый результат. Треть всех заявок на кредиты подаются через Сбербанк онлайн. Еще одно предложение банка – потребительский кредит на рефинансирование кредитов. Минимальная фиксированная ставка 11,5% годовых. Вы будете одним платежом осуществлять погашение ваших кредитов. Объединить можно до 5 кредитов на общую сумму до 3 миллионов рублей. Срок в данном случае составит от 3 месяцев до 7 лет. Очень часто задают вопрос, а можно ли рефинансировать кредит Сбербанка. С мая месяца эта услуга стала доступна. Если вы имеете кредит в Сбербанке под более высокую процентную ставку и кредит в другом банке, то вы можете объединить это все в один кредит. Рефинансирование позволяет клиентам снизить ежемесячные платежи в среднем на 15%. Воспользуйтесь этим предложением и сэкономьте ваши деньги. Сбербанк всегда рядом.